КОРОНАВИРУС В МИРЕ Мы можем пойти на чуть больший риск и попытаться сделать весенний семестр для школьников хотя бы отдаленно напоминающим нормальный. Многие дети не видели обычного дня в школе уже два года, заявил Скотт Готлип. Министерство здравоохранения Таиланда планирует ослабить некоторые ковидные ограничения и отказаться от введения локдаунов. О каких ограничениях идет речь, не уточняется. В то же время в Китае и Индонезии будут ужесточаться карантинные меры. В китайском городе Байсе с населением в 3,5 миллиона человек введен локдаун. Несмотря на то, что вспышка незначительна, главный эпидемиолог Китая У Цзюнь Ю заявил, что пока другого способа сдержать распространение вируса нет. И страна не будет корректировать свою политику борьбы с пандемией. Индонезия, в свою очередь, ужесточит карантинные меры в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява. В соответствии с новыми правилами, супермаркеты и рестораны будут работать на 60% вместимости, а присутствие в молитвенных домах будет сокращено в половину. При этом иностранные туристы по-прежнему смогут въезжать в страну. Спутники Илона Маска мешают изучению опасных астероидов и комет. Ученые заявили, что спутники Starlink, компании SpaceX, заполнившие собой низкую околоземную орбиту, портят примерно 18% сделанных астрономами снимков. Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters. В рамках исследования изучено около 300 тысяч снимков, сделанных астрономами в Паламарской обсерватории в Калифорнии. Выяснилось, что с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года произошло 35-кратное увеличение количества поврежденных изображений. Как объясняют специалисты, спутники глобального интернета отражают солнечный свет, из-за чего остаются полосы на фотографиях, сообщается в статье. Компания Илона Маска попыталась решить данную проблему. В частности, установление специальных солнцезащитных козырьков позволило снизить яркость отражаемого света в 4,5 раза. В Британии закрылся ПАП, который проработал 1229 лет. «Е Олд Файтинг Какс» открылся в 793 году в Хартфордшире и претендовал на звание старейшего в стране, сообщает телеканал CNN. ПАП пережил войны, эпидемии чумы и экономические кризисы. Но пандемия COVID-19 стала наиболее разрушительной, рассказал владелец бара Христота Фалли. «Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы ПАП продолжал работать». Тем не менее, последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас, кто изо всех сил старался, чтобы этот, отмеченный множеством наград ПАП, мог продолжать торговлю в будущем. Поделился владелец заведения Христота Фалли. ПАП планируется снова открыть под другим руководством. Прежний владелец выразил надежду на то, что новая администрация сохранит частичку души и духа старинного ПАПа. И «Олд Файтинг Какс» внесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший ПАП в Англии, но это утверждение оспаривается. Агентство НАСА показало тренировку астронавтов лунной миссии. Профессионалы тренируются внутри гигантского резервуара с водой в лаборатории космического центра имени Джонсона в Юстоне, пишет Digital Trends. Резервуар предназначен для имитации условий, с которыми астронавтам придется столкнуться во время первого в истории пилотируемого полета на южный полюс Луны в рамках предстоящих миссий программы Artemis. В частности, тренировки позволят астронавтам освоиться с работой в условиях слабой гравитации на Луне. Также система воспроизводит тусклое освещение на южном полюсе спутника Земли, где солнечный свет проявляется лишь на несколько градусов выше горизонта. В ходе тренировок в бассейне глубиной 128 метров астронавты будут обучаться выполнению операций по добыче образцов лунного реголита с использованием различных инструментов, работе с лунным посадочным модулем, а также будут тренироваться устанавливать американский флаг, говорится в статье. НАСА особенно интересуется южным полюсом Луны, поскольку там содержится водный лед, ресурс которой, как ожидается, сыграет важную роль в будущих миссиях по исследованию дальнего космоса. США планируют отправить первую женщину на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III, которая запланирована на 2025 год.